Друзья, всем привет! Самое время посмотреть, что интересного произошло на просторах всемирной паутины. Сегодня научим вас оставаться спокойным, независимо от ситуации. Увидите, кто нарушает правила и использует магию вне Хогвартса, а еще расскажем, от чего на самом деле вымерли динозавры. В зоомагазине Умка товары для собак, кошек, грызунов, птиц. Все, что нужно для вашего питомца, а также большой выбор аквариумных рыбок. Зоомагазин Умка, проспект Ильича, 11. Наверное, многие из нас хотели бы добавить в этот прагматичный мир капельку магии, чтобы, как в книгах или фильмах, волшебные палочки, оборотные зелья, сказочные существа. А пока мы мечтаем, кто-то просто берет и делает. Серые будни реального мира немного надоели мужчине из Питера, поэтому он решил переодеться в костюм волшебника, встал на скейт и отправился на улицы северной столицы. Разумеется, все водители и прохожие, закончив удивляться и улыбаться, интересовались, исполняет ли маг желание. Отвечал, что да, надеемся, не обманул. Сказочные существа встречаются не только в Питере. В Москве, например, велосипедисты наглядно продемонстрировали, почему на зебре нужно спешиваться. Думаем, что серьезных травм никто не получил, а вот урок на будущее усвоили все. Свидетелями бреющего полета стали водители, которые мирно ехали по одному из шоссе в Подмосковье. Самолет пролетел буквально в метрах пяти от автомобилей. Что это было, какая-то внештатная ситуация на воорту воздушного судна или просто шутка пилотов, будут выяснять люди в форме. Здесь, к сожалению, жертв избежать не удалось. В Чехии легковушку раздавило автовозом. По неизвестной причине фура, перевозившая советский танк Т-34 на историческую акцию, остановилась в правой полосе. За ней притормозил и легковой автомобиль. А вот автовоз скорость почему-то скидывать не стал. В результате ужасной аварии один человек погиб и двое пострадали. На дороге вообще не знаешь, где именно тебя настигнет опасность – на проезжей части или на тротуаре. Водитель большегруза решил, что он на Формуле-1 не стал сжать на тормоз и перевернулся, попутно чуть не отправив на тот свет пешехода. Женщина просто каким-то чудом не пострадала. Совсем скоро настанет лето. Хотелось бы верить, что оно будет малоснежным. Многие из нас отправятся на природу, отдохнуть на даче, например, или посидеть с удочкой на берегу реки. Но будьте осторожнее, друзья, природа непредсказуема. И даже простая рыбалка может моментально обернуться охотой. Причем вы будете в качестве добычи. В этом видео поражают на самом деле две вещи. Спокойствие мужчины за столиком – он даже не двинулся с места, чтобы спастись от крокодила. И самоуверенность непосредственно рыбака – мало того, что он сразу не бросил удочку с пойманной рыбой, чтобы крокодил получил что хотел, так мужчина еще был уверен, что сможет убежать. Надеемся, все закончилось хорошо. Рептилия получила улов, а рыбаки сохранили себе жизнь. На лесных дорогах тоже не все спокойно. И чтобы получить порцию агрессии от медведя, даже не обязательно сталкиваться с ним у берлоги. Потому что если у мишки плохое настроение, он сам найдет на кого сорваться. И тут, да, самый лучший выход – уезжать как можно быстрее. Вы думаете, если не ходить в лес, встреча с дикими животными вам не грозит? То нет. Даже в парке отдыха можно стать жертвой очень общительного лосенка. Он решил порезвиться с собачками и старушками, но явно не рассчитал своих сил, а потому чуть не угробил одну из женщин. К счастью, жертв после такого единения с природой удалось избежать. Но все равно, будьте осторожны, лоси нынче нестабильны. Угадайте, почему эта дорога шевелится? Подсказка – это многоножки на Тайване начали миграцию. И это было бы очень даже красиво и необычно, если бы не одно «но». Местные считают, что так членистоногие спасаются от надвигающегося землетрясения. Надеемся, что все это окажется неправдой, и многоножки просто решили размять все свое множество ножек. А вообще ничего не бойтесь и смело делайте все, что запланировали. Ведь никто не знает, что может случиться завтра и какой день вообще может стать последним. Об этом не понаслышке знают жители Объединенных Арабских Эмиратов. Туда апокалипсис заглядывает чуть ли не каждую неделю. В этот раз, например, решил взбодрить местных сильнейшими ливнями и эпичными молниями, чтобы не расслаблялись, ага. Уже по привычке в аэропортах отменили все рейсы, а людей попросили оставаться дома. Как будто бы кто-то решил выйти на улицу в такую погоду. В одном из американских штатов решил прогуляться торнадо и буквально за несколько секунд разнес в щепки торговые центры. Если бы здания готовили к сносу, то можно было бы даже прилично сэкономить на технике и рабочих. А теперь вот придется все строить заново, до следующего торнадо, разумеется. Ну и без хорошего тоже не обходится. В Иране, например, после урагана прошел рыбную дождь. Вихрь закрутил животных в небо, а затем ветер разнес их по региону. Теперь всем жителям гарантирован вкуснейший ужин без особых затрат. Ну а здесь просто невозможная красота. В Китае наблюдали редкое явление – водопад из облаков. Никакой опасности это, как ни странно, не несет. Поэтому просто любуемся и не беспокоимся. Кстати, о беспокойстве. Последнее время в мире происходит столько событий, что многие уже просто устали нервничать. И правильно, наверное, потому что зачем волноваться и переживать, когда можно не волноваться и не переживать. Даже в том случае, если ваша соседка решила поджечь свою квартиру. Внимание, потому что там обитают демоны. Именно так аргументировала свой поступок женщина, благодаря которой мы сейчас видим эти потрясающие кадры. Скорее всего, неадекватная мадам так задолбала соседей своими выходками, что они просто привыкли и уже не обращают внимания. Как думаете, почему эта девушка так нещадно мучает несчастного пеликана? А потому что он опять пробрался в соседний вольер и слопал утенка. Судя по реакции всех участников занимательного квеста, проделывает негодяя это уже не в первый раз. Сотрудница отточенными движениями извлекает потерпевшего. Утенок, привыкший к пеликанему клюву, спокойно отряхивается. Сама же большая птица покорно принимает судьбу и отправляется во свояси. И готовит очередной коварный план, конечно же. Все мы знаем про сына маминой подруги. Это тот крендель, который родился в семье рабочих сразу миллионером. В два года окончил Кембридж, в семь написал сто великих и умных книг. Ну, в общем, вы поняли, да? И все у него всегда получается. Как говорила Фрэкенбок, фу, смотреть противно, но мы все-таки посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Так, с успешностью вроде разобрались. Теперь давайте вернемся с небес на землю. Разумеется, не всем везет. Давайте посмотрим на тех, кто иногда попадает в неловкие ситуации. Уж они-то нам всяко поближе будут. Дима Торзок 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 Субтитры сделал DimaTorzok На этом сегодня все, друзья. И помните, если вдруг рядом с вами произойдет что-то интересное, снимайте видео и присылайте нам в мессенджер или группу во ВКонтакте и нет ПВК. А мы, конечно, покажем это всему городу. Всем хорошего настроения. Пока-пока.